Три, два, один! Последние приготовления перед стартом и побежали. Погода в этом году была благосклонна к участникам. Ни жары, ни дождя. Что еще нужно для любителей бега? Участвовать в этом потоке, который бежит, вообще классные ощущения, объединяет людей. Очень важно смотреть свои силы, смотреть, как вообще происходит достаточно красивый забег. Первые на старте участники трехкилометрового забега открывали марафон Рустами Неханов и Тины Канделаки. Со сцены президент поставил задачу на следующий сезон увеличить количество участников как минимум втрое. Надо 30 тысяч на следующий год собрать. Пожалуйста, в следующий год придите с друзьями, с детьми, с знакомыми, с гостями. Вам хорошего спорта. Бигзур Ахмазовская. Большое спасибо. И в 70 лет в отличной физической форме медалью за доблестный труд был награжден многократный чемпион мира по легкой атлетике и лыжным гонкам среди ветеранов Ахмед Сиразиев. Сколько ездят по миру и по лыжным гонкам, и по легкой атлетике. Я видел очень много в мире, но нигде я не видел, чтобы президент других стран, премьера, мере городов, чтобы верили вместе с рядовыми бегунами. Впервые испытать себя на дистанции 21 километр решился министр Владимир Леонов. А на самом длительном этапе, марафонском на 42 километра, бегунов с каждым годом становится все больше. Не только марафон, это шикарная локация, потому что, оказывается, сегодня светет и пахнет. Она очень удобна логистически сюда. Люди хотят приехать. Еще раз повторюсь, марафон в этом смысле является некой причиной, чтобы приехать. Это, ну и честно, что я не сказал, это сегодня модно. Главная победа марафона все же не в количестве спортсменов. Все собранные от заявочных взносов средства, а в этот раз символический чек составил 1 миллион 300 тысяч рублей, идут на поддержку бесплатной семейной гостиницы при ДРКБ. Алмаз Гафиатов, Марат Сахидбераев, ТНВ, Казань. Субтитры предоставил DimaTorzok